итак продолжим спасать эту орхидейку у нее проблема очень интересная у нее начал желтеть листочек и вот в этом месте появилась чернота сейчас вам покажу что я буду с ней делать и вот этот листик ведь и проблемный и будем вместе ее спасать купила как обычно реанимашку ну лист вроде бы ничего такой но за неделю начал пожелтел думаю поставлю на адаптацию здесь покусанная ничего спасем а ведь и вынула с горшка и получилась корневая вообще никакая вот эти воздушные корешочки благодаря им она и и выживет сейчас будем смотреть что у нее под листом смотрите здесь черное что-то проявилось но нужно снять лист для того чтобы работать с растением нужно обработать секатор секатор можно обрабатывать любым спиртовым раствором вот у меня камфорный спирт у какой имею таким и обработаю сейчас я открою просто хотела по-быстрому ее спасти смыкаем камфорный спирт и обрабатываем лезвие на и так достаточно болезненно эта орхидейка а если я еще за какую-то новую вирусную бактериальную гнилостность то это ей не нужно теперь что я буду делать обрежу этот желтый листочек поверну камеру чуть-чуть сюда потому что обрежем этот желтый листочек и потом будем смотреть какая у нее корневая вот даже обрезать не нужно смотреть он бедный сам обламывается вот ведь раз и обломился даже не приходится блин обрезать вот эту чешуйку надо будет снять обязательно и посмотреть что под ней а листочек начал желтеть снизу середины и поэтому это проблемка это надо обращать сразу внимание когда он желтеет в середине если он желтеет с конца листочка то это нормально орхидейка сама съедает себя ну и дает рост другим листикам и корням после того как я обрезала листочек переходим к обрезке корневой системы здесь есть над чем поиграться обрезаем все нужное сухое гнилостное эти корни уже не восстановится эти тяжи тоже не нужны этот гнилой он вроде бы плотный корешочек но посмотрите какой гнилом состоянии будет питаться воздушный ничего страшно этот воздушный наверно оставлю перед у сторону обходим не спеша медленно все обрезаем аккуратненько зачищаем столик я вам сегодня покажу новый метод обработки растений ну чтоб дальше не проявлялась гниль очень интересно чем я обработаю обычно перекисью водорода ну чем-то максимом фундазолом а сегодня я решила показать вам на камеру новейший способ обработки сейчас все по порядку буду показывать для начала очищу от чешуек чешуйка черненькая смотрите чернота пошла под листиком тоже вот это листики начал желтеть и сразу пошла чернота вот чешуйка тоже задерживала все это надо всегда осматривать не дожидаться пока она там испортится раскопали посмотрели я пока стволик обрезать полностью не буду пока она не нарастит себе корневую систему это наверно прежде чем не будет мучиться она пишет вы очень много обрезает ну так что же сделаешь значит нужно вот видите чешуечка можно было конечно так стволик обрезать до живого но я пока это делать не буду сейчас вам покажу чего почему я так решила это тоже обрежу хотя он еще очень плотненький но он очень черненький мне нравится эту орхидейку надо привести в полный порядок до розовый big lip очень красиво орхидейка вот этот листик он теряется декоративность я тоже его решила обрезать из этих пятен сейчас вот так смотрите поглубже к которым обрезалась орхидейка уже внешний мид вид имеет получше это мы сейчас обработаем спиртиком даже не спиртиком сейчас удивлю всех кто обрабатывал свои орхидеи а таким методом наверно еще никто не пользовался а я пробовала на другой орхидеи китину поломался корешок но я его не буду срезать пусть уже так и будет этот метод я пробовала еще вот это почистить и очень хорошо заживляются ранки и не переходит дальше в гнилостное состояние останавливается гнилостное процессы ну все вроде бы не все в ней нравится это пятнистость листиков наверно сорт оу вот это мне не нравится смотрите какой листик видите какой это мне нравится всем я тоже его срежу с этой стороны и с этой стороны хочу здоровую орхидея если бы не был еще здесь один листочек я бы эти два убрала эти очистила и были бы три листочка так как у нее мало листочков я пока эти пенечки оставлю и вот это все зачищать больше не буду я теперь поступаю таким образом смотрите чтобы обработать свою орхидеи к вообще там я брала перекись водорода максим обрабатывала все гнилостные и раночки все а сегодня хочу вам показать другой способ обработки беру обыкновенный лак для ногтей прошлый раз я брала белый но мне закончился у меня в этот раз красный и обрабатываю весь пенечек мажу лаком для ногтей кто не пробовал попробуйте это такая вещь вообще незаменимая это как детям лишая лечить тоже намазали лаком для ногтей и под этим лаком он пленочкой покрывается не дышит ничего и лишая пропадает и в этом случае тоже орхидеи попробуйте такой метод я правда взяла красный лак но какая уже разница какой есть пусть будет красный и намажу весь этот стволик черный чтобы он дальше не проявлял через черноту и посмотрим как она будет себя чувствовать я люблю делать эксперименты над орхидейками и делаю их заранее на другой орхидейки а затем когда у меня что-то получается я снимаю видео для того чтобы показать результаты на лицо и вот эти черные пятнышки вот эти я тоже обработаю лаком для ногтей вот смотрите вот в этом месте корешочек немножко черненький я его здесь тоже намажу лаком здесь чуточку вот здесь много не надо здесь легонечко и еще вам вам хочу сказать я обработаю вот эти срезы тоже лаком для ногтей на камеру получится показать или нет я хочу аккуратненько не запачкать много растения и с этой стороны немножко конечно все равно запачкал меня отерная работа здесь и не намазала да хорошо все промазать то хороший антисептик попробуйте не бойтесь орхидейка от этого не пропадет и после того как она чуточку просохнет второй листочек намажем мы ее поместим в тепличку и она будет наращивать корневую систему теплички у нее есть своя кое-какая корневая система так как она не вообще в плохом состоянии среднем состоянии но потеряла два листочка но потеряла небольшое количество корней но ничего мы же ее будем спасать дальше красно просыхает эти вот я полицы бачка просохнет и покажу что буду делать дальше вот я беру тепличку это у меня просто ваза такая большая она все чуть чуть уменьшу высокая вазочка на дно вазочки я поместила керамзит налила немножко воды и сверху вот кори кора ничего не буду делать больше вот так и и помещаю в вазочку листики слаживаем так пониже все и таком состоянии она будет у меня стоять тут немножко не нравится подниму выше чтобы она не дотрагивалась до керамзита видите я думала она на кору станет но чуть-чуть сместилась кора ничего страшного в таком состоянии эта орхидейка будет находиться пока я не увижу растущие корешочки раскуклившиеся может новые покажутся а затем будем ее высаживать потому что листьев достаточное количество корней в принципе тоже нормально можно сажать этот стволик накрашенный он затянется пленочкой всем может быть я его обрежу не может быть я наверное точно но пока она будет будем наблюдать за ней вот в таком состоянии такая универсальная тепличка воды она не касается у нее должно быть все хорошо а это я все выброшу секатор обратно по вытираю спиртовыми так как смотрите после обработки все таки на секаторе что-то остается надо его всегда вытирать такие чешуйки все гнилостные корешочки это не нужно нам все на этом заканчиваем наше видео орхидейку привели в порядок все у нее будет хорошо торгар она не теряла все у нее нормально всем спасибо за внимание оставайтесь на моем канале подписывайтесь на мой канал всем удачи всем пока всего вам доброго